Какова законодательная процедура присоединения Крыма? Это что будет? Это презентационный закон? Сколько депутатов должны проголосовать? Мы можем вообще, так сказать, использовать имеющее законодательство. Наш законодательство не запрещает присоединять. Законодательство регулирует отношения между субъектами внутри и возможность отделения. А присоединение в свободный режим, это как семья. Закон регулирует расторжение брака. А создание брака, господа, вы свободны. Создавайте семьи, подавайте заявление. Крым, подавайте нам решение референдума 17 марта в 9.00 и все. Вечером вы все граждане Российской Федерации. Но можно дополнительный закон принять о порядке присоединения территорий, ранее входивших в состав Советского Союза, и там прописать, что если на территории данной проведен референдум населения, в условиях, когда есть паралич центральной власти, как пример сегодняшняя Украина, нам достаточно более изъявления граждан этой территории, заявленных через референдум. От ЛДПР будет поправка. Достаточно решения местного парламента. Вот Верховный Совет Крыма принял решение обратиться с просьбой о вхождении в состав Российской Федерации. Все. Потому что депутатов избрал население. Да зачем еще обращаться к населению? Они уполномочили представлять все интересы, все, на протяжении пяти лет, своих избирателей. Если большинством голосов Верховный Совет Крыма принимает такое решение, то есть проблем правовых никаких нет. Но можно дополнительно принять еще отдельный закон о порядке присоединения. Это же не последняя территория. Миллионы русских хотят жить под российским флагом. И они не в Канаде живут. Там есть, но они не требуют присоединения. Понятно, что это невозможно. Австралия. Нет. Именно соседи. Соседи. Прибалтика, Украина. Допустим, там другие территории. Другие территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...